Здравствуйте! Снова я, Софья Ская. Четверг, передача Actress Talk. Сегодня у меня особенно волнительный эфир, потому что, как вы заметили, сейчас 6 часов 20 минут. Начать мы должны были 20 минут назад. И волнительный эфир для меня именно потому, что я потеряла нашу актрису. Она по каким-то причинам не отвечает на телефон, и я не могу ее найти. Но даже если я ее не найду, я расскажу вам о том, кого мы сегодня ожидали, откуда вы могли знать про Марию и насколько это потрясающе талантливая актриса. Помимо того, что это актриса, она также бывший политический деятель и мастер спорта Российской Федерации по художественной гимнастике, участница многочисленных шоу, передач. И вообще моя хорошая подруга. С Марией мы познакомимся очень странно и смешно. Получается, что заочно Мария знала о моем существовании, потому что, наверное, немногие русские девочки в раннем возрасте уезжают в Америку, остаются там на 9 лет и снимаются там в кино. Это мои, так я подразумеваю, но познакомились мы физически с Машей в магазине. Но обе девочки очень любим шоппинг. Понравилась нам одна и та же сумочка. И я сделала комплимент Марии, сказав, что знакомое лицо. А я только-только тогда вернулась из США, и много кого не знала. И до сих пор, кстати, бывает так, что мне задают вопросы, знаете ли вы того, не того. Я к своему стыду вот так вот узнаю. Теперь я пытаюсь все узнать, читаю, спрашиваю у своих друзей. Вот, с Марией познакомились именно так. Затем было открытие юбилейной ВННКФ, где я была ведущей. Мы встретились на автопати. Ну и там уже, конечно, разговорились, понравились друг другу и стали общаться. Вот, я знаю, что Мария очень занята. И, кстати, я помню, что фильм «Батальон», даже у меня был звонок от режиссеров-продюсеров фильма с вопросом, там же много героинь, не готова ли я побриться. Вот почему сейчас не снимали этот фильм? У меня сейчас вот уже, видите, как это вот раньше кудри. Ну и, конечно, в том амплуае я снималась в фильмах, где мне нужно было играть классических героинь. И согласиться, но такое я не могла. Мария, дорогая! Да, привет-привет! Привет всем, привет! Привет, моя хорошая! Слушай, ну, как всегда, живем близко, встречаемся, видишь, как через прямой эфир. И гости тебя очень ждут и ждали. Спасибо! Всем большой привет! У нас много вопросов. Начали мы на 20 минут позже, надеялись тебя найти. Вот, затем стали просто ожидать и общаться. Я рассказала о том, что ты гимнастка художественная, будешь политический деятель, о том, как мы познакомились с тобой в магазине после моего приезда из Америки, чтобы ты была в курсе о том, что мы уже успели обсудить, о том, что у тебя трое детей, о том, что ты снималась в фильмах с невероятными режиссерами, что ты даже сумела сделать то, на что не всякая женщина согласилась бы в фильме «Батальон». Ну, не всякая женщина, только любая актриса согласится ради хорошей роли согласить. Абсолютно. Расскажи, давай с самого начала. Скажи, Маша, ну, во-первых, пандемия, как прошло? У тебя, ты многодетная мамочка, выглядишь просто потрясающе. Как это время прошло для тебя? Были ли у тебя какие-то проекты, которые пришлось остановить? И второй вопрос сразу туда же. Придумала ли ты какой-то проект за это время? У меня есть проект, он до сих пор и находится в стопе. Это второй сезон «Казнить нельзя помиловать». Очень полюбилась зрителям, несмотря на то, что... Ну, у меня есть к нему какие-то претензии, наверное, как у актрисы, да, там, к сценарии, еще к чему-то прошло очень с хорошим рейтингом. Люди пересматривают много раз, об этом проекте мне пишут. И вот должен был быть второй сезон. К сожалению, вот пока... Что тебе понравилось из этой картины? Почему пишут, вот, глазами зрителя? Ты знаешь, мне, в принципе, вообще он, как бы я этот проект просто ощущаю. Я знаю, как он дышит, я знаю, как он, ты знаешь, вот, ну, как часы, да, некоторые. Я знаю, где какой механизм и какой вот это механизм я. То есть это проект про то, как обычно про военное время, да, как правило, а это послевоенное время. Время, про которое не так много рассказывают, а оно не, ну, не то, что интересно, сложно такое слово потребить, да, потому что война – это не то, что интересно, да, это огромная боль, это огромное, это наше прошлое, которое мы просто должны знать, ну, не то, что как бы просто должны, а просто посекундно людей благодарить, про это снимать, про это говорить, потому что то, что происходит в мире, когда в этом году в Белом доме выпустили о том, что фашизм победили американцы и англичане, а про нас вообще ни слова. Слушай, я просто, ты знаешь, у меня, ну, то есть ты же не можешь это изменить, да, ты же не можешь вот это вот, я не хакер, чтобы взломать там аккаунт, да, но меня просто не то, что переворачивало от бессилия, я просто, ну, ну, то есть я даже не могу тебе сказать. Ну, это хамство высшей степени, конечно, такое отношение, это, ну, безусловно, такие вещи святые, да, как церковь, как… Ну, да, особенно для нас, для каждого, понимаешь, в чью семью это постучалось, понимаешь, и на нашей территории это происходило, поэтому, конечно, когда ты вот такое читаешь. Гуляешь с детьми по бомбоубежищам, понимаешь, любимая горка, бомбоубежище в Санкт-Петербурге, ну, конечно, скажите нам, кто победил, да? Да, поэтому о послевоенной, ну, про это много мы снимаем, про это много мы говорим, пускай не на том уровне, как это делает Голливуд, да, но мы сейчас можем с тобой об этом поговорить, да, почему так, хотя наше военное кино, я реально считаю, очень многие фильмы – это вот высшее искусство, которых вот так же, как в Америке, ты смотришь американские фильмы «От заправщика пахнет бензином», многие военные фильмы, ты, ощущение, что ты там находишься, это правда, это факт, но про это много фильмов, а послевоенное время, оно было тоже очень сложное, да, как приходила в себя страна, как приходили в себя люди, и этот фильм, вот именно сериал о послевоенном времени, и как людям, которые нашли себя на войне, не могли себя найти в мирной жизни. Вот, поэтому проект получился, несмотря на какие-то там, просто всегда как нам, ты же понимаешь, актрисам всегда хочется наиболее точно, да, даже если какие-то есть огрехи в сценарии, ты их берешь на себя, потому что получается как бы тебе негде раскрыться, да, и ты должен где-то сфальшивить, где-то, ну, понимаешь, недобрать, да, когда идет какая-то ложь в сценарии. Просто я слышала, что ты про это говорила как раз, пока я подключалась, про то, что если кто-то в чем-то и отказывается, актриса, да, только из-за, может быть, из-за сценария, где ты понимаешь, что вот, ну... Ну, совсем никак. Ну, да, ты это даже ни крой не прикроешь, ни партнерами не прикроешь, в принципе, ничем не прикроешь. Ну, и в крайнем случае, что если есть какие-то режиссеры, то, что я в своей жизни снималась у режиссеров, которые были, ну, такими деспотичными настолько, что я с помощью своего характера как-то выдержала, а были актрисы, которые просто ломались. Вот расскажи какой-нибудь эпизод, он у меня есть в списке вопросов. Я, конечно, хотела до этого также спросить у тебя, как ты готовишься к роли, потому что далеко не каждая картина так глубоко ложится. То есть ты правильно говоришь, ты ее поняла, ты ее ощутила, стала жить в ней. Это произошло с первого прочтения, ты просто ощутила себя там. Такое часто бывает с твоими героинями? Или бывали случаи, где ты должна все-таки ее поискать, поковыряться, вот, и найти? И какие у тебя есть приспособления и упражнения к этому? Посоветуй. Ты знаешь, как-то так случается, вот последнее кино, да, в которых я играю, они, конечно, такие масштабные, как Собербор, как Батальон, и то ли здесь действительно как бы совпадение полное, то ли я уже научилась, когда просто уже читаешь на уровне сценария, вот эти первые эмоции, когда ты как бы внутри этого организма. Может быть, это просто уже опыт. Раньше у меня такого не было, потому что, когда, ну, вот о первом моем проекте, можем поговорить, это универно, я имею в виду такой самый вот успешный, да, он был. Да, вот у меня был вопрос, как было выйти, да, из вот этого, там же ты очень много лет назад. Там давай войти, давай провойти сначала, выйти, это еще, ладно, это помню. А вот войти, понимаешь, то есть я, ну, ты знаешь мою историю, и хотя, конечно, зрители многие до сих пор, кто не видел какие-то другие картины, меня не знают, возможно, как-то все равно меня идентифицируют, как Аллочку Гришко, для меня это было, это моя самая, на самом деле, наверное, сложная роль, потому что мне вообще не была сильно понятна мотивация, жизнь, ощущение, движение, ритм этой героини, да, какие-то ее привычки. Я даже не могла ее просто придумать. Я не могла вообще, вообще осознать, вот, знаешь, ну, это вот как вот, ты просто как будто... Тебе параллельная героиня получается совершенно, да? Не то, что даже, ты знаешь, даже вот параллели, они все-таки как-то, ну, ты хотела... Я даже не могла ее увидеть, вот я тебе как скажу, то есть я вообще ее не чувствовала. И когда мы сняли первый, ну, все равно как бы мне хотелось, потому что это как бы... Но тебя выбрали, Мария, тебя выбрали. Видимо, внешне, да, внешне, я тебе хочу сказать, меня выбрали среди... Там было, по-моему, более 30 тысяч актрис, которые пробовали снять роль. Известные, неизвестные, Москва, Питер, даже Беларусь, Украина. Я когда увидела стенку, на которой были фотографии героиня, которые еще понравились, я поняла, что я точно не попаду в этот проект, потому что, ну, как бы, кастинг, по-моему, вели около года. То есть это, конечно, стечение обстоятельств. Мне кажется, внешне я им подошла, ну, а там уже как бы, знаешь, это как ляжет. Ну, или я не знаю даже, почему меня выбрали, до сих пор я не могу этого понять. Ну, потому что только ты могла вот остаться в истории Аллочка. Это просто судьба, потому что насколько люди обожают эту героиню, как ты все-таки ее сделал, понятно, внутри, может быть, она и не сочеталась, но сделают ее просто великолепно. Ты понимаешь, не совсем. Я тебе расскажу историю. Мы сняли пилотные серии, и когда мне показали эти пилотные серии, я поняла, что не то, что мне в этом нельзя играть, мне вообще надо из актерской профессии просто не уходить, а бежать прям в спринт, понимаешь, чем дальше. Это был такой позор. Я вот до сих пор вспомню свои ощущения, вот эта вот первая серия. Я понимаю, что это вот просто крах всех моих мечт, всей моей жизни. Просто так нельзя. Это было просто, это за грани было. Это вообще было безжизненное существо, безжизненное, с какими-то такой робот такой, знаешь, какой-то недышащий вообще. Вот поэтому многие актеры не смотрят свои фильмы. Они просто играют и не смотрят потом, что играют. Потому что себя оценивать очень сложно. Слушай, я потом даже было хотела отказаться, когда нам сказали, что все, сериал покупают, но, видимо, не только я увидела, что мы там, ну, видимо, не только я смотрела на себя, понятно, может быть, другие ощущали то же самое. В общем, поняли, что эти серии в эфир идти не должны. То есть, видимо, там огрехов действительно было много. И нам дали режиссера, который с нами начал работать. Я очень вот прям благодарна. Несмотря на то, что у нас не всегда складывались с этим режиссером хорошие взаимоотношения, мы даже на него, признаюсь тебе честно, раз уж разговор такой откровенный, даже кляузничали потом. Ну, он был такой вот, как человек простой. Как ты говорила, да? Нет, он как раз не был деспотичным. Он был очень непонятным. Вот все, что он говорил, и не только. Знаешь, вроде как бы иногда можешь найти проблему в себе, ты не чувствуешь, ты не понимаешь. Но когда все вокруг не чувствуют, не понимают, ты, ну, знаешь, уже как бы проблема все-таки в другом человеке. Это Петр Тачелин, но я ему очень благодарна. Он начал с нами работать. Он меня не то, что заставил, но дал мне правильное направление. Я стала ходить по ресторанам. Я стала знакомиться с девочками, которые хотят выйти замуж за олигарха. Их манеры, их выкладывание телефона, их, вот, как и мужчина нравится. Хождение в туалет туда-сюда. Да, да, вообще, да. Походочка, ритмы, дыхание, плечики. Вот мы сейчас так, как-то я села, да? А это вот, понимаешь, ты себя продаешь. Ты себя, понимаешь, по-другому вообще несешь. И, в общем, ты знаешь, это вот как такое прям вот ожерелье, на которое я стала прям нанизывать бусинки, 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 бусинки. И, в конце концов, я прям вот себя ощутирую. Но я действительно поняла, что я, наверное, вот сейчас, там, будучи в ресторане, от них ничем не отличаюсь. Кроме как в внутреннем своем состоянии, что я их копирую наоборот. То есть, и я начала играть, и действительно это прям вот было в точку. Что, Васечка? На съемки, на съемки тут ко мне. Как летний мой сын пришел. Это ты. Это ты, да. Ты хочешь тоже быть актером, Вась? Ты хочешь быть актером? Вот. И начало все получаться. И когда ты, ну, такой отклик, я увидела, что люди прям поверили, и все меня только исключительно называли Аллой. И до сих пор прошло больше десяти лет, все равно очень многие меня идентифицируют. И когда я там пошла в политику, был просто, как это, Алла Гришко. То есть, никто уже вообще не верил, что, как бы, я вообще-то Маша Кожевникова. То есть, я поняла, что я так сыграла свою классную роль, что, ну, как бы... Ну, Шурик, да. Да, и что все, понимаешь, и сейчас началась вторая проблема. То есть, вот первая проблема в это войти. Я-то сама из этого вышла, а для людей я выйти из этого образа не могу. И это, конечно, знаешь, такое вот доказывание самой себе. Иногда как будто ты бьешься головой об стенку, что, ну, как бы, ребят, вы вешаете на меня клише, которое вы увидели по телевизору. Это персонаж, придуманный образ. Ну, здесь я тебе скажу, на самом деле ты, как вот, когда человек со стороны все-таки, большие картины перекрыли. Все, что ты сделала потом, тот же, да, вот Духлес, где ты сыграла, про который я очень хочу с тобой поговорить, ай-яй-яй, как ты готовилась к этому, я столько всего хочу спросить. И вернуться к тому моменту, где мы говорили про режиссеров, которые бывают очень жестокие на площадке, тоже есть вопрос. Давай вернемся немножко туда, от Аллы уйдем, уже понятно, все с ней, были картины уже такого масштаба, о которых говорит весь мир на самом деле. Хочется поговорить с теми о том, как ты с Хабенским поработала в фильме, конечно, про Духлес, Духлес. Когда ты прочитала это? Я точно была уверена, что я в этом сниматься не буду. То есть такие предложения после Аллочки ко мне приходили в день пачками, честно признать. Сценарии капали и капали, еще когда узнали, что я из этого ушла, оказывается, на рынке, потом, как мне очень многие продюсеры говорили, говорили и режиссеры, очень мало сексуальных образов, когда женщина действительно сексуальна. Ее хочется даже, если она не раскрывает рот. А если она раскрывает рот, и там еще и понятно, что там глупость, или легкая наступность и так далее, это вообще с экрана просто очень многим нужен был такой образ. И им было сложно это найти. И мне до сих пор, представляешь, некоторые режиссеры, которых я уважаю, говорят, Маша, почему ты ушла с этого рынка вот таких блондинок, достойно сексуальных? Как ты репетировала эту роль? Потому что там же появление вот этой самой а-ля Аллочки, о которой мы поговорили, как ты находила этих героинь, приходила в рестораны, и там похожая героиня. Как ты, Мария? Моя Мария. Вот этот вот просто пароход этого мата. Как ты репетировала? Кто был рядом с тобой? Я отказывалась раз пять от этой роли. Ну, согласилась же в итоге. Как репетировала? Согласилась. Он мне просто, меня режиссер вот просто взял измором. Он мне звонил. Он говорит, ну, пожалуйста, встреться со мной. Я тебе докажу, что как бы такое редко бывает, что режиссеру вот прям надо доказать. И вот, знаешь, он, знаешь, окно закрыто было, дверь закрыта была, он зарезал через окно. Он находил каких-то моих друзей, которые меня уверяли, что я должна сыграть. В общем, на все мои отказы как бы никто не слышал слова «нет». То есть, знаешь, это из серии проще сказать «да», чем объяснить, почему не нельзя. То есть, в общем, я согласилась, да. И эта сцена, она была записана одним дублем. Учила я этот текст, так как, в принципе, ну, несмотря на то, что у меня отец хоккеиста, я мат знала с детства, я, в принципе, мы с тобой знакомы, я им не разговариваю. Я могу сказать, как любой нормальный человек, какой-нибудь там словцо, но это вот в порядке какой-то там, какой-то беседы, да. Не в твоем стиле, да. Выучить этот текст, это было невозможно, потому что я запоминаю текст по смыслу. В данном тексте, а он был большой, на лист А4, я не могла его запомнить, ты понимаешь? То есть, это был какой-то ад. В общем, мы пробовали, пробовали это снимать, и у меня ничего не получалось, знаешь, ну, как бы, ну, я сейчас не могу тебе в прямом эфире говорить, но пи-пи-пи-пи-пи, и я забываю текст, блин, я не знаю, давайте еще дубль. То есть, мы делали дубль за дублем, а я... Я думаю, что рабочий был, когда ты действительно уже просто начала материться на то, что не можешь выучить. Ты сейчас почти права. Я не сказала, снята. В общем, у меня началась истерика в какой-то момент, что я просто не могу, не было ни одного дубля, где бы я договорила бы текст до конца. То есть, а так как это снимали, как бы без режиссера, то есть просто камера, просто оператор, да, который сидит рядом, и больше никого. А потому что это была машина, и там, видимо, какие-то были планы, а машина была же на два места. То есть, вместо Дани Козловского сидел, или он сидел, или он даже не сел, я сейчас уже даже не помню. Это такая вот сцена была, что я... Мне кажется, это была проходная, где сзади, где фотографируют, или что-то такое. Нет, это была машина. Там их нет точно. Машина с монологом, это была машина, это вот... И в какой-то момент, у меня просто случилась истерика, но мы сделали где-то дубли 15, а я ни один дубль даже не договорила до конца. То есть, вот текст, вот даже просто не из чего было взять, даже монтажно невозможно было подклеиться ни к чему. У меня случилась истерика, вы говорите, остановимся, я реально пошла там в комнату свою, просто, ну, как бы начала рыдать от бессилия, того, что у меня вообще ничего не выходит, и еще я, ну, все равно, когда ты не соглашаешься очень долго, а потом тебя уговаривают, все равно есть такой, блин, зачем я на это вообще согласна, вот чувствовала, вот что меня несет, вот все-таки надо, как бы доверять своим ощущениям. В общем, у меня такая была истерика, в какой-то момент заходит как раз режиссер, начинает со мной разговаривать, Маша, там, успокойся, а я начинаю еще больше злиться, он меня еще больше начинает, там, что-то мне говорить, и в какой-то момент я уже чуть ли не его начинаю посылать матом, потому что он меня начинает бесить, он говорит, а вот теперь иди быстро в кадр, быстро, вот прямо сейчас, быстро все, ор такой, крик, иди вот в таком себе состоянии в кадр, то есть я зашла в состояние в кадр, очень злая на себя, на то, что я, уж скажу, матом, херовая актриса, у меня ни хрена ничего не получается, и, в общем, вот в этом состоянии бессилия, агрессии по отношению к самой себе, по отношению к профессии, вот я зашла в кадр, и мы сыграли это одним дублем, больше дублей нет. Ты все, представляешь, насколько это, это вот это и есть, ребят, профессионализм, суметь это состояние в работу, включить и сделать именно из этого крутую штуку, собраться, несмотря ни на что, и вот так вот это использовать, это очень-очень круто. Маша, а можно вот еще назад вернуться? Очень интересно. Сейчас еще секундочку я тебе скажу. Я, после этого же, у нас изменился закон, и мат невозможен был в фильмах, то есть, вот. И, а я снялась там, это, по-моему, был 2009 год, и, ну, как бы мне сказали, Маша, все равно мы это запикаем, нам нужны были твои глаза. Я говорю, окей, все хорошо. А когда в 2011-м я стала депутатом, а фильм притормозили, его не успели доснять, в общем, деньги закончатся, ну, как обычно это бывает. В 2011-м году я стала депутатом, и мы принимаем закон, в котором разрешаем мат. И они как рады снимать. Твоя работа. Не, ну, я просто считаю, что действительно есть такой мат, да, органичный, без которого некоторые роли действительно невозможны, то есть ты, получается, начинаешь лгать своему зрителю, да, потому что все равно фильмы это то, что происходит на улице, да, за... Эмоции, конечно. Да, поэтому, когда, например, мне говорят, а почему в советское время это не было? Потому что в советское время не было таких эмоций. Давайте, как бы честно, немножко другая вообще страна и совсем иные люди. Поэтому сейчас, конечно, получается, когда там, ну, моя героиня бы говорила бы текстом, понимаешь, Достоевского, а не выйти ли мне из... Ну, то есть это была бы фальшь. Ну, я вот о чем хотела сказать. Начался, когда вышел фильм, огромное количество писем присылали, что за мое аморальное поведение в Государственную Думу, в общем, что я просто, как я имею право, депутат Государственной Думы, ругаться матом в фильме. То есть это был прям такой поток серьезный. И я начала переживать, думаю, ну, как же так, вот просто по жизни, да, вроде и мат нельзя было, его запикали, теперь он может, можно его использовать. И ко мне подошел Говорухин после премьеры фильма, говорит, Маша, ну, а я ему достаточно доверяю в профессии, царство небесное, и он действительно был большой профессионал в кино, вообще в ощущении, в понимании, и как собеседник он был очень интересный. Он подошел мне и сказал, говорит, Маш, ты сделала этот фильм. В этом фильме есть два момента совершенно гениальных. это твоя сцена, и когда прилетает Путин. Вот, и он меня очень сильно похвалил, я до сих пор помню все слова, которые он мне сказал, и вот тогда у меня просто отлегло, что он мне сказал, что Маш, это профессия, ты не можешь подстраиваться, это, ну, и у меня как-то, знаешь, вот, отошло от меня, и я действительно, ну, вот с того момента у меня был какой-то вот, она все-таки не надо было играть, а потом я начала гордиться, да, даже вот такой ролью я горжусь, что я смогла показать на экране духовного совершенно инвалида, то есть там души нет, и такие люди живут среди нас, и имеют место быть на экране. Ну вот, Мария, ты снялась более чем в 50 картинах, какая картина запомнилась тебе больше всего из всех, в которых ты работала, не по масштабу в плане людей, а именно твоя, твое пространство, которое ты создавал на площадке, и почему. И затем вернемся к вот режиссерам, с которыми бывают или не бывают казусные ситуации, и как их разрешать, это очень важный вопрос, потому что я его задаю на нашем Actors Talk, и люди совершенно по-разному выходят из ситуации, но у каждого из успешных актеров были казусные ситуации на площадке. По поводу... Какой фильм лучший? Ты понимаешь, я не могу тебе сказать, какой лучший, потому что от разных съемок были разные эмоции, и они мне дороги. Например, если вернуться к универу, ну я действительно столько в жизни не смеялась, сколько смеялась там, и мы с Гагунским реально были вот прям партнерами реальными, которые друг друга и поддерживают, вот прям вот, я ощущала это в сцене, как он меня поддерживает, как я его поддерживаю и в жизни, то есть, ну, наверное, если вот так вот выбирать прям вот для меня, наверное, фильм «Батальон», потому что я участвовала и в написании сценария, и вообще, чтобы этот фильм имел место быть, то есть я к этому фильму подключена просто не как была только актриса, а да, и вообще. Хотя, понимаешь, тут двойственная история, да, с одной стороны, подключение полное, вот просто, вот даже не 100%, а 200%, но при этом у меня случилась беременность, с одной стороны, счастливое время, с другой стороны, я себя даже до сих пор за это ругаю, у меня был один день такой апатии, я так рыдала, я вот 24 часа прорыдала в постели, не вставая с нее вообще, потому что... потому что я наложилась на съемки, потому что я не смогла сыграть то, к чему я всю жизнь шла, потому что у меня была главная роль, даже не у Маши Ароновой, как, ну, она случилась, и это здорово, потому что это гениальная актриса, а у меня, и я, естественно, не должна была быть беременной в фильме, я, естественно, не должна была уходить из батальона, и там замечательная была у меня просто любовная линия, которую, понимаешь, вот мы с Игорем Угольниковым, ну, когда уже все было написано в сценарии, полгода, каждый божий день переписывали каждое слово, каждое дыхание героини, я ему доказывала свое, я придумала для этой героини там игрушку, ну, пускай это вот как летят в журавлях, но там был очень интересный момент с ней совершенно другой, иной, и любовная линия вообще, которая просто сносит голову, и она реально была правдивая на реально основанных фактах, да, то есть действительно вот была героиня, которая, то есть Бочкарева Мария, Бочкарева, она не признает. Ты жила этим сценарием, ты жила, ты видела ее. И два года, понимаешь, два года, два года я жила этим фильмом, и когда у тебя все, вот, съемки через месяц, все ты достигла, знаешь, это какой-то вот такой пик, когда ты понимаешь, что вот то, к чему ты шла там 30 лет своей жизни, вот оно, на тарелке, ты собственноручно это приготовила, оформила, и это твое, понимаешь? И перенести было невозможно ничего. Невозможно ничего было, перенести вообще, да. и у меня только, ну, понимаешь, месяц беременности, то есть, ну, как перенести еще на год, то есть, там уже все, уже были подключены весь цех, фильм уже жил, то есть, съемки не начались, но уже полгода ведется все, чтобы перед съемочный период, то есть, что перед съемочный период у нас был очень серьезный, то есть, ну, невозможно это было. И, когда я поняла, что я не могу это сыграть, слушай, у меня такая была истерика, и с Игорем Угольниковым такой разговор, я до сих пор помню это кафе, до сих пор помню свои слезы, он мне тоже рассказывает, как мне тебя было жалко, он пытался мне объяснить, что, как бы, я не могу взять на себя ответственность, снимать беременную женщину в войну, ты пойми, ты не понимаешь пока, что такое ребенок, я, как бы, к этому по-другому отношусь. Ну, то есть, такое, знаешь, это было вот, состояние очень тяжелое для меня, и все-таки, я благодарна очень, что они придумали Алла, Угольникова, жена Игоря, придумала для меня все-таки и эту роль, которая, как бы, Татищева, которая, естественно, как бы не была вообще. Очень яркая, она потрясающая совершенно. Но ее не было, это не понимаешь, она ее придумала просто вот за день, чтобы просто меня вывести из этого апатического состояния, потому что все уже не знали, что со мной происходит, я действительно не могла разговаривать, я не хотела жить, вот, ну, какое-то вот такое было состояние, и видишь, тут такая... Плюс гормоны еще, конечно же. Ну, это безусловно, да? И ты понимаешь, вот, как бы, было такое состояние сложное, и я до сих пор переживаю за то, что вот, может быть, это и фильм немножко приобрел другой смысл, и должен быть, был именно таким быть, вот так вот, создателем, мы создатели физические, да, а есть еще духовные создатели, может быть, вот нужно было так, как в результате это вылилось, но мне-то, конечно, хотелось, как ты понимаешь, сыграть главную роль от А до Я, и я уже ее в голове то своей сыграла, понимаешь, вот в чем была проблема. Конечно, если ты готовила, я понимаю. Физически не произошло, а морально я уже все себе нарисовала, и я уже была там, и уже, у меня уже вышел фильм, то есть это такое, даже не беременность не девятимесячная была, а двухгодовалая, как я носила это кино, потому что удивительным образом это кино мне сначала попало от Центр Партнершип, вообще от других людей. Говорим про Батальон, для тех, кто только присоединился, друзья, прости, Машенька, что перебиваю тебя. Конечно, конечно. Говорим про фильм Батальон, потрясающая картина, где Мария взяла приз, напомни, пожалуйста, название, премия, первое место. Это Золотой Орел. Золотой Орел. Золотой Орел, да, наша самая главная кинопремия, но еще много международных премий я взяла, потому что фильм в международном прокате был и на фестивалях участвовал, и даже в Америке взяли мы призы, ну, там, по-моему, Маша Аронова в Америке победила. В общем, фильм очень, знаешь, достучался до многих, хотя там Первая мировая война, возможно. Наверное, это кино ближе именно потому, что как бы оно спродюсировано, и как бы я помогала в продюсировании. Очень хочется в дальнейшем как раз сниматься, я тебе уже разговаривала, в частном с тобой разговоре, да, так как сейчас много каких-то предложений, но уже есть момент того, что идет отбор, и сценарии уже не так возбуждаются. Вот можешь немножечко рассказать не для профессионалов, а для тех, кто вот только начинают свой путь, даже для тех, кто хочет поступать в ВУЗы, на что стоит обратить внимание в своей личности, чтобы принять решение точно идти вам в эту карьеру или нет по характеру, да, ведь многие актеры отпадают, на первом курсе. Это же ни для кого не секрет, что даже поступив уже в ВУЗы, очень многие не выдерживают и отлетают. Это даже закончат ВУЗы, потом не снимаются по профессии. Ты знаешь, я скажу так, если, ну, это очень такое, знаете, актеры очень эмоциональные люди, если ты на эмоциональном уровне, понимая, что это твое, и ничто другое тебя не будоражит, тебя не привлекает, вот, надо идти и сражаться. То есть профессия актерская, это не про талант актерский, к сожалению, да, если ты в каких-то других профессиях что-то хорошо умеешь, да, то, ну, как бы это очень видно, да, и ты идешь по карьерной лестнице, да, если ты трудолюбив, ну, то есть актерская, немножко другое, да, к сожалению, а может быть и к счастью. Здесь помимо актерского таланта тебе необходима либо какая-то такая нереальная везучесть, да, когда, я не знаю, ты там встречаешь мужа режиссера, либо ты ищешь его специально, такое тоже есть в нашей профессии, либо какие-то родственники, еще что-то, какие-то касты, либо характер, то есть пробиваться, в дверь не зашли, залезли в окно, не залезли в окно, что-то делать. Вот я именно тот представитель последний, меня никто не ждал в офисе, более того, меня все отговаривали, а я была уверена с самого детства, что это мое, я хотела всегда стоять на сцене, я всегда хотела нести какой-то позитивный заряд людям, вообще вот... Вообще, вот самое первое твое выступление в памяти, лет пять тебе было, четыре на стол встала, не совать тебе, что это было? Нет, мне, я думаю, что было меньше, я всегда, сколько я себя помню, то есть неважно, как только я научилась ходить, что-то петь, танцевать, брала расчески, устраивала, значит, сажала всех своих родственников, ломбады, тогда была модна Наташа Королева, в общем, я это все пела, даже в больнице, там у меня было подозрение на аппендицит, меня несли, я так себя плохо чувствовала, в общем, меня привезли в больницу, пока мы ждали врача, я увидела людей, мне стало гораздо лучше, от того, что я увидела людей, а врачу сказали, что там ребенок почти умирает, и врачи приходят через 15 минут, а я сижу на шпагате в коридоре и пою песни какие-то, в общем, он говорит, а где же ребенок умирает, я увидела зрителей, ты понимаешь, мне это всю жизнь было мое, я это ощущала на уровне нутра, то есть меня никто не мог сдвинуть с этого пути, и даже то, что меня отдали в спорт, и как бы спортивная семья, окей, я выполнила мастера спорта, положила им эту корочку, и сказала, что, ребята, вот теперь у меня будет свой путь, я сделала то, что вы хотели, а теперь я буду делать то, что я хочу, и мне все отговаривали, говорили, Маша, ну куда ты пойдешь, ну кто тебя там ждет, ну посмотри, сколько в актеры идут, я говорю, ребят, вот, и даже в самом процессе учебы, я поступила в ГИТИ, сейчас это РАТИ, я не была лучшей ученицей, я не была любимчиком, то есть всегда были вроде как для кого-то, да, талантливее, чем я, но я, вот, я была настолько в себе уверена, что у меня получится, что это единственный мой путь, вот, я вам скажу такой совет, если вы понимаете, что это ваш единственный путь, если вы понимаете, что это единственный, то от чего вы будете получать удовольствие, от чего вы будете идти на работу с улыбкой, вставать в 5-6 утра, изображая из себя лето, когда у тебя вода минусовая, в купальнике чуть ли не зимой, в общем, ну, то есть вот, если вы понимаете... Если вы любите дурачиться вообще, играть, шутить, иногда придумывать истории, да, то это все вот оттуда. То это все оттуда, и если вы этого реально хотите, и если у вас есть стержень, как правило, ну, 99% актеров, это со стержнем люди, которые, в принципе, если бы не была актерская профессия, они бы добились бы результата и в другом месте, потому что... Скажи, помог ли спорт тебе в ГИТИСе, куда ты поступила, то есть вот эта вот закалка, я сама из балета, я знаю, что такое дисциплина, и вот эта вот дисциплина и ощущение себя все-таки красоткой, это все-таки художественная гимнастка, можешь то, чего не могут другие, помогло ли это тебе в уверенности в себя, вообще в поступлении и в самой актерской деятельности? Я вообще... Хорошо ли это из спорта приходить в актерскую? Да, это безусловно, потому что, наверное, если ты не понимаешь 4-х лет, я думаю, что ты это тоже осознал достаточно рано, что без труда, без слез, без крови, без пота ничего в жизни достигается, несмотря ни на что, поэтому, а тем более, когда ты стоишь на сцене, мне вот как-то папа сказал, что, когда они мне отговаривали не идти в эту профессию, есть две профессии, в которые вот, ну, почему-то он определил две профессии, в которые нельзя идти, если ты этого не ощущаешь, это врач, да, потому что ты берешь на себя такую, ну, не просто ответственность, но ты становишься в роли Бога себя, да, как бы... Отвечающего за жизнь другого, да, это, конечно. Да, и актеры, потому что, потому что на сцене, когда ты стоишь метр выше, ты настолько явно виден, ты настолько, считываемый, что ты не можешь быть, как бы, в этой, как бы, полупрофессии, да, либо ты это ощущаешь... Быть честным, Да, либо ты ощущаешь этого зрителя, да, каждого, который сидит на там, на сотом ряду, который должен тебя слушать, и чувствовать то, что ты сейчас ощущаешь. Вот умение управлять этой энергией, так, чтобы вот твою энергию, твоей души, они ощутили там, даже, может быть, там тебя плохо слышно, где-то на задних рядах в театре, но тебя должны ощущать энергетически. В общем, мне кажется, что если вы уверены, потому что я, это очень частый вопрос такой, идти или не идти, да, действительно, с моего курса почти никто не снимается, хотя такие талантливые были, но вот не пробились именно характером. Какие еще секреты характером, да, ты считаешь? Я думаю, что это характер, потому что, когда тебе не открыли одну дверь, актеры люди эмоциональные, да, то есть они очень восприимчивые, и отказы воспринимаются, знаешь, ну здесь отказали. Слушай, я ходила по Мосфильму, раздавала свои фотографии, мне кричали, закройте дверь с другой стороны, нам актеры не нужны, даже на тебя не посмотрев, понимаешь, даже не удосуживаясь вообще тебя, вот взглядом просто на тебя посмотреть, понимаешь, и так же просто было бесконечно, ты заказываешь через какие-то эти пропуска, через каких-то левых людей, но чтобы просто пробиться, чтобы там походить, чтобы тебя просто увидели, ты веришь в свою мечту, а тебя, понимаешь, просто не замечают, то есть ты пыль, понимаешь, и, конечно, над этим очень многие надламываются, очень мало историй, когда ты идешь по Мосфильму, и ты встречаешь какого-то маэстро, который говорит, о боже, я искал вот именно такую героиню, понимаешь, это один, два, три процента, то есть если ты идешь в актерскую профессию, ты должен понимать, что тебе придется бороться за свои роли, бороться, вот прям в прямом смысле этого слова, доказывать, даже шанс дать, не то, что даже там, понимаешь, а даже тебя рассмотреть, даже чтобы тебя пригласили на пробы, за пробы надо бороться, даже не за саму роль, а за пробы, и этот процесс очень как бы выматывает, и очень многие просто уходят из профессии, раз отказали, два отказали, три отказали, четвертый раз обидели, сказали, слушай, гуляй, Вася, четвертый там пробы, ты уже от эмоционального, понимаешь, зажима не прошел, и ты начинаешь... Мария, а ты часто проходишь кастинги, прости, что перебиваю, на сегодняшний день, приходится до сих пор проходить кастинги, или уже знают, тебя по опыту просто приглашают? Если да, то как ты готовишься? Какие-то режиссеры, да, уже приглашают, потому что работали, со мной знают, но иногда продюсерам нужно что-то доказать, да, то есть, ну, я на самом деле пробы не очень люблю, потому что пробы все-таки, понимаешь, пробы это иллюзия, когда ты приходишь на съемки, когда ты одеваешь уже одежду, когда ты готовишься по гриму, когда ты видишь партнера, когда ты видишь пространство, потому что когда ты вот, ну, типа вот так вот едешь на машине, да, у тебя другое дыхание, когда ты типа там какая-то сцена, ну, то есть, вот, а так как, понимаешь, вот каждая мелочь, если ты где-то начинаешь лгать, вот даже вот такая вроде маленькая, да, оно как бы ведет за собой какую-то большую ложь, да, то есть, я не могу лично на пробах, может, это какая-то моя проблема, я вот знаю, что у тебя есть даже курсы, поэтому, что ты объясняешь, что, видимо, в Америке все-таки, то есть, меня в ГИТИСе не учили, как проходить пробы, то есть, это тоже, кстати, проблема в нашей системе, да, что мы не можем себя, как бы, визитной карточке у нас у актеров, в принципе, нет, ну, согласись, то есть, в Америке это... Брат Райклер говорит, что вообще пробы и кино, это совершенно два разных выступления. Для меня, да, для меня то же самое. Для очень многих, очень многие талантливые актеры не могут попасть в картины, потому что они не могут пройти пробы, они никак не могут идентифицировать себя лично, начать рассказывать про себя, да кто я, они зажимаются, а если бы они рассказывали про своего героя, то при перевоплощении они уже в работе, как актеры у них начинает получаться раскрытие. Действительно, есть свои тонкости, очень многие не доходят. Мне очень интересно понравилось, что, да, у нас нет этих курсов, поэтому есть эта идея, вот, сделать немножко проще для людей, вот эти, создать курсы, обучающие, тренирующие актеров постоянно, просто ты приходишь, берешь новый текст, здесь же его холодное чтение, читаешь, смотришь на экране, берешь с собой, например. Выкладываешь, сейчас настолько это необходимо, это же тренажерный зал для нас, на самом деле. Ведь после ГИТИСа не каждая актриса снимается постоянно, есть театр, в котором тебе дают роль, и ты ее постоянно играешь, или ты там год, два, три ждешь, пока тебя не пригласят на картины, будешь стучаться в двери и ждать свою роль. То есть очень многие актеры сидят годами и не снимаются, а потом вдруг получая роль, они то же самое имеют волнение, как при самом вообще начальном этапе, еще до того, как обучались. Знаешь, у меня не то, что волнение, я просто чувствую фальши рядом, с собой, понимаешь? Вот это, когда снимают там на мыльницу, понимаешь, вроде это мелочи, но я еще раз говорю, для меня мелочи, они важны, то есть у меня из мелочей и все и складывается. И как только ты начинаешь фальш чувствовать рядом, ты начинаешь фальш чувствовать себе. Поэтому у меня не то, что какое-то волнение, я прям переживаю, что меня не возьмут или еще что-то, я ощущаю фальш. И как бы так как у меня организм, это мой инструмент, через который я чувствую фальш, ну как гитара, понимаешь? Раз нота фальшивая, два нота фальшивая, ты уже играешь другую мелодию, понимаешь, нежели которую бы ты сыграла на съемках. Но так для меня лично. Меня этому не учили, я считаю, что если вот ты сделаешь, это то, что я видела, что у тебя есть такие курсы, и у меня к тебе ходил племянник, и он после этого очень сильно раскрылся, поэтому это, мне кажется, классно, что человек, который ты там училась в Америке, и ты там этому обучаешь. Там вообще, в принципе, начиная и в обычной школе учат детей презентовать себя, показать себя. Это очень важно, это не менее важно, чем знание в голове. Зайти, запомниться, конечно. Да. А у нас как бы вроде как и советская школа, и сейчас школа, да, сейчас есть немного в этом направлении, как бы, да, там какие-то работы тебе дают, которые ты там должен как-то какие-то там рассказать. Но когда человек этого не умеет, это тоже искусство и ораторство, и не у всех оно есть. И поэтому получается, что у тебя вроде в голове это очень много всего, и ты сделал классную, интересную работу. Открываешь вот именно. А бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, и все, и все твое вот здесь вот, ты гораздо круче других, но при этом это не считывается. Также, мне кажется, у актеров у нас этому не учат. И если, мне кажется, ты сделаешь такой вот курс, да, к тебе придут очень многие актеры, которые, в принципе, даже в курсе. Уже в работе. Да. Уже ожидаю. Пандемия закончилась, сейчас остался отпуск, август, сентября месяца, полное открытие, конечно. Все равно тренироваться, безусловно. Безусловно, все эти школы, спасибо тебе большое, что ты напомнила об этом и интересуешься, потому что дело не в статусе и не в опыте, а дело просто в кураже, в кураже, в раскрытии того, что у тебя вот год назад не было такого опыта, который был у тебя там три года назад. И на новом опыте ты пробуешь себя там в тех же сценах. Берем знаменитые какие-то зарисовки из американских фильмов, старые, новые, там и так далее. То есть это все на самом деле игра, это должно быть азартно, весело и круто. Поэтому обязательно... Ты правильно сказала, это некий фитнес. Мы же ухаживаем за своим телом, мы же не можем, там 10 лет назад ты там ходила, фитнес, а через 10 лет как бы, ну как бы забыть об этом, да? То есть ты должен поддерживать эти мышцы. То же самое, ты права, совершенно актерской профессии, ты должен поддерживать себя вот в состоянии как бы профессии. И плюс будет возможность привозить оттуда ребят, которые делятся новым опытом, то есть теми вещами, которые нигде не услышишь. Я приглашаю их, там мои гости, друзья, и можно наблюдать интервью в Актерсток, но большинство из тех, кто был приглашен, будут приезжать к нам в студию и также с ними можно будет работать и делать мастер-классы, ставить сценки и вообще вспоминать юность и те годы, когда мы просто стояли друг напротив друга и репетировали. Поэтому, ну да, но это же самое классное, когда ты действительно пробуешь себя уже. Понимаешь, я даже была у Люси, Ленокси, я вот прочитала, кто-то пишет, бред, я не понимаю, ваши вообще не реклама. Друзья, это не реклама, это, наверное, может быть, слышится кому-то что-то, потому что это факт. Актеры должны себя всегда поддерживать. Дело в том, что... Или ноги помнят, любая профессия, да, это про, ну, каждодневный труд, каждодневный опыт. И когда у актеров действительно случаются ситуации, ты выпадаешь немножко из профессии, да, у тебя теперь, да, санулька? Теперь мой пришел, друзья, прошу прощения. И, Машенька, спасибо, что ответила, я тоже скажу. Друзья, это не то, что реклама, я знакомлю вас с миром, реальным миром, актерской профессии, нас изнутри, когда еще актеры с актерами могут побеседовать, рассказать фишки того, как они пришли к тому или иному успеху. Каждого своя история, каждый выбор, каждый момент и каждая эмоция на этом пути сыграла свою роль, поэтому здесь скорее спасибо нам, что мы раскрываем для вас понимание того, хотите ли вы быть актером или нет, стоит ли отдавать в эту профессию своих детей, и даже, что можно в любом возрасте, в 45, в 50, пробовать себя в этом, и что это здорово и круто. Да, если очень хочется. Да, я такие, а я не читаю комментарии, Машенька, я вот твои глаза смотрю, оторваться не могу, и сердечки справа летают. Но, к сожалению, нам правда пора закругляться, потому что у меня до следующего эфира останется совсем немножко, Машенька, если все время посмотри, как мы будем общаться с Люка Пирс, у меня были вопросы и про твою дальнейшую. Ну, давай еще сделаем эфир, раз мы у нас сегодня как-то получились. Давай повторим, потому что, да, я очень много чего хотела спросить, и про вдохновение, и про цели, и про почему не играем в США, и про первый опыт, и про реакцию твоих родителей и так далее. Мы обо многом поговорили, очень рада тебя видеть. Давай, обязательно, давай. Иди ко мне, мой крошка. Решал крошкой сын, друзья, с вами была Маша. Говорили про профессию, а вот самое главное, ты понимаешь, все равно вот это вот, я просто вижу тоже, какая ты мама, я какая мама, все равно это самое главное. Но хочется, чтобы они нами гордились. Хочется, чтобы они знали, кто их мама, что они тоже чего-то достигли. Хочется для них тоже быть примером. Конечно. Я надеюсь, что по возвращению в Москву мы все сможем встретиться с детской тусовкой, погонять футбол. у тебя есть младшие Сереги и оба старшие Сереги. В общем, это будет очень интересная мужская такая игровая встреча. Давай договоримся на следующем эфире. Я тебе напишу на следующем эфире, где у нас будет больше времени и все пойдет по плану. Я тебя обожаю. Спасибо большое за время. Тебе большое спасибо всем твоим зрителям. Друзья, никогда не бойтесь. Если вы чего-то очень хотите, идите, бегите и сражайтесь. И у вас все обязательно получится. Да. Пока-пока. Всего вам тебя, моя хорошая. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok